Утро на Болткоме Продолжается Утро на Болткоме. Олег Бегов в студии. Мы говорим о том, как можно утилизовать, вот вместо утилизации продуктов, все-таки их использовать. Действительно, данные о том, что выбрасывается примерно треть продуктов питания в мире. Кстати, лидерами здесь являются, ну, не секрет, страны Европы и Северной Америки. Здесь на душу населения выбрасывается до 115 килограммов продуктов. А вот если брать Азию, Юго-Восточную Азию, Африку, то здесь на душу населения выбрасывается, ну, 6 где-то, примерно 6-11 килограмм. У нас, между тем, на связи заведующий отделом по надзору за реализацией продуктов питания, продовольственной ветеринарной службы Татьяна Марченкова. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Вот эта проблема, говорят, ведь уже, наверное, не первый год, я, ну, так вот, рыская по интернету, я вижу, что эти данные, вот о том, что треть продуктов погибает и, ну, вот, выбрасывается, не используется по прямому назначению. Около 10 лет вот эта цифра муссируется, но мне кажется, что последние годы она, ну, вот к этой моральной составляющей, как же мы можем выбрасывать продукты, она еще добавляет вот именно экологический аспект, потому что посчитали, сколько тратится энергии на выращивание продуктов, сколько тратится ресурсов земли, там, воды на то, чтобы вырастить эти продукты, которые пропадают. И вот эти инициативы, как вы оцениваете, вот, инициативы, которые, вот, мы связывались до этого с Канепескултура, с центром, и в Елгаве, я понимаю, что сейчас тоже будет установлен такой шкаф для нуждающихся. Вот, с одной стороны, это попытка использовать в скоропорте, ну, те продукты, которые могут вот-вот испортиться, но насколько вот здесь есть опасность для здоровья людей, чтобы они не съели испорченные продукты и затем получили проблемы со здоровьем? Ну, наверное, надо начать с того, что больший объем, наибольший объем пищевых отходов или продуктов, которые испортились, все-таки производит домохозяйство. То есть, каждая семья, каждое домохозяйство, оно производит наибольший объем этих пищевых отходов. И то, что иногда говорят, что вот, пищевая промышленность, очень много пищевых отходов, к сожалению, по статистике и по последним исследованиям, есть множество статей об этом и исследований, наибольший объем все-таки из домохозяйств. Это раз. Это значит, что домохозяйства или семьи, которые покупают продукты, они должны более, ну, лучше планировать закупку продуктов и использование продуктов, чтобы потом эти продукты не оказались в мусорнике. Что касается холодильников. Холодильники, мне кажется, уже пятый год все время эта тема муссируется, но люди, которые этим вопросом занимаются, они не до конца понимают действительно риск для общественного здоровья. Потому что в основном это молодые люди. Точно так же, как у нас сейчас очень модно вегетарианское движение или веганское движение, да, абсолютно без продуктов животного происхождения, потому что считается, что вот выращивая там коров, свинок и других животных, значит, погибает наша планета. Ну, а как же раньше то же самое, люди всегда ели мясо, да, всегда ели рыбу. Поэтому, ну, такие, как я говорю, в кавычках, модные движения, они есть и будут, но важно, кто конкретно занимается этим вопросом. Что касается холодильника, который в этом Канепском культурном центре, он на сегодняшний день не работает. К сожалению, надо признать, и я это говорила несколько лет назад, когда у нас была первая конференция с инициаторами этого движения. И там мы говорили, что общество латвийское, к сожалению, не готово к тому, чтобы и заполнять эти холодильники, и использовать эти холодильники, потому что, во-первых, эти холодильники должны быть под надзором, да, то есть кто-то должен контролировать, что туда положили, какого качества этот продукт, и кто, и как этот продукт потом используют. Потому что просто свободно стоящие холодильники, в которые может положить, так как есть это за рубежом, допустим, в Германии, или в Дании, или еще в какой-либо стране, из старых европейских стран, это должно быть под контролем. Если туда будут вложить скоро портящиеся продукты, то только фасованные и только с определенным, с правильным сроком годности, а не продукты, у которых срок годности кончился. Потому что продукты, у которых срок годности кончился, это продукты, в принципе, это пищевые отходы. Ну, попыток было много, я знаю, в Гробине был холодильник, я знаю, в Кекове сейчас инициатива была про Елгаву, я первый раз слышу. Но в любом случае, если люди собираются заниматься такой инициативой, эти места распределения продовольствия, они должны быть зарегистрированы в продовольственной ветеринарной службе, и продовольственные инспектора периодически будут приезжать и будут проверять состояние данных холодильников. Потому что очень важно, в какой температуре эти продукты стоят. Кроме всего прочего, еще есть инициатива самоуправления, и не только самоуправления, и государственная инициатива, когда для малоимущих выдаются пакеты с определенным набором продуктов. Поэтому это, естественно, никак не может заменить государственную помощь и помощь самоуправления, да, но должен быть контроль за этими холодильниками. Потому что тогда, когда в Канепском центре поставили холодильник, инспекторы поехали туда, то оказалось, что, во-первых, и холодильник сам не очень хорошо работает, да, допустим, температура не совсем соответствует требованиям. И были продукты с кончившимися сроком годности. С закончившимися сроком годности. У нас есть звонок. 67-212-93-9, телефон студии. Доброе утро. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Доброе утро. На самом деле вопроса нет. Я вот представителя ПВД поддерживаю, потому что я считаю, что на самом деле это глупо. Хотите экономить продукты? Просто не покупайте больше и не жрите больше. Подумайте, что вы можете съесть, столько и покупайте. А малоимущим и тем, кого вы хотите помочь, можно помочь по-другому. И уж точно не через вот такие холодильники. Это просто капля в море, это никакие не продукты, не экономия продуктов. То есть один магазин выкидывает на славку продуктов больше, чем все эти холодильники вместе взятые. То есть тогда уж лучше договариваться с сетями супермаркетов, делать там какие-то уголочки для малоимущих, для пенсионеров и спонсировать магазины, чтобы они продукты с уже истекающим, а не истекшим сроком годности отдавали таким людям просто бесплатно. Вот это будет гораздо более эффективно. Спасибо. Спасибо, Адам. Как вы прокомментируете это? Я абсолютно поддерживаю данного человека, потому что на самом деле, ну, я кроме того еще и домохозяйкой являюсь, да, и я всегда иду в магазин, у меня уже заранее список продуктов, которые мне необходимо приобрести, и я всегда контролирую, что и как используется. Поэтому, ну, я не хочу сказать, что я очень большой питант, да, но я знаю, если идет срок годности, заканчивается, то я определенный продукт могу или переработать что-то из него, приготовить, да, и таким образом, в принципе, продуктов минимально выбрасывается. Да, и потому что в интернете есть огромное количество, я тоже посмотрел, всевозможных советов, что можно делать с кисшим молоком, например, или кефиром, какие можно приготовить из них блюда. Даже, по-моему, картофельные очистки предлагается вот сварить в молоке для того, чтобы было вкуснее картофельное пюре, что, ну, в общем-то, можно, ну, огромное количество найти применения тем даже отходам бытовым, которые мы привыкли выбрасывать. Но у нас вот есть еще один сразу звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу присоединиться. Доброе утро к вашей беседе. Ну, знаете, я тоже имею двух детей и семью, но зачастую продукты выбрасываем только в том случае, если они непригодны. К сожалению, так есть. Ты покупаешь продукты, открываешь упаковку, а они несъедобны. И самое главное, что очень, даже пожалею, но вот в последнее время очень много таких продуктов именно латвийского производства, различные печенья, которые просто несъедобны в очень красивых упаковках. На это как бы ведешься и покупаешь. А почему люди берут в проб? Потому что у нас исчезла сеть маленьких магазинчиков. Если бы у нас была в районе Булошная, где выпекали бы каждый день свежий хлеб, наверное, мы ходили и по чуть-чуть бы брали. А в супермаркете ты представляешь вообще эту картину, эту толкучку, особенно насчет COVID. Конечно, люди набирают строк, трудно их обсуждать. Хорошего дня. Да, спасибо. Ну, здесь скорее, да, тоже такая проблема хранения. И вот того, что мы привыкли, наверное, раз в неделю посещать супермаркет, чтобы сразу на неделю купить продуктов. И не всегда удается рассчитать. Ну, я еще раз говорю, ну, тогда надо, если вы идете в супермаркет, надо заранее готовить список и покупать только то, что в этом списке указано. Кроме всего прочего, я все-таки рекомендую не бросаться на эту яркую рекламу, на яркую упаковку. И перед тем, как покупать новые какие-то продукты латвийского или не латвийского производства, все-таки надо прочитать этикетку, посмотреть состав продукта и принять решение, нужен ли этот продукт или нет. Вот еще одна тема, может быть, болезненное отношение молодых людей к еде. Ну, я вырос еще в то время, когда в 70-е, в начале 80-х годов тоже была очень популярная такая тема, когда осуждали детей или юношей, которые выбрасывали, надкусив булочку, выбрасывали ее в мусорник. И тогда вот все время была тема, что хлеб выбрасывать нельзя. И вот буквально недавно проходил, ну, не очень хороший сериал, там, «Ленинград-46», но мне очень запомнился один эпизод, когда приехавший из Москвы следователь, который ловит преступников, но это 46-й год, у него падает кусок хлеба со стола, и он его выбрасывает. И ленинградцы, ну, вот ленинградские его коллеги, они поворачиваются к нему и с возмущением говорят, у нас в городе этот хлеб в мусорник не выбрасывают. Ну, то есть вот этот вот ужас людей, переживших блокаду, он, вот, вот как здесь вот привить людям, вот это какое-то уважение к продуктам, потому что мы знаем, что, ну, многие просто считают, что, ну, да, вот я, ну, хорошо, я этот евро выбросил из своего кармана, но это же продукты, которые ты не подумал, ты купил лишний и просто решил, что это можно выбросить. Понимаете, очень многие вещи приходят все-таки с опытом и молодым людям. Ну, молодые, как всегда, это такая группа людей, которые в основном максималисты, да. Вот мне не нравится, я выбросил. А только потом я подумаю, нужно ли это было делать. Я, допустим, если я вижу, что у меня хлеб начинает портиться, я, соответственно, беру и делаю гренки, делаю сухарики, да, для того, чтобы просто хлеб не выбрасывать. К сожалению, хочется сказать, что не все производители хлебобулочных изделий соблюдают технологии, потому что прежде чем поместить хлеб в подэтиленовый пакет, его нужно охладить. А если он помещается тёплым, то продолжается, значит, выделение влаги, и если в пакете влага, естественно, потом пакет и сам хлеб начинают плеснеть. Но для этого есть очень хороший метод. Можно хлеб хранить не просто в хлебнице, да, а можно хранить в холодильнике. В Америке, например, очень многие продукты, в том числе и хлеб, хранят в морозильнике. И только тогда, когда надо, вынимается этот хлеб, разогревается, и он употребляется в пищу. Да, то есть есть множество методов, как сохранить продукты целыми, безопасными и качественными. Но в первую очередь надо смотреть в магазине, что вы выбираете. Я сама несколько раз сталкивалась, допустим, появился новый товар какой-то, неважно, мясной или хлеб, или печенье, и кажется, вот, надо попробовать. И после того, как ты попробуешь, ты больше такой не будешь покупать. И это, ну, где-то укор производителям, извините, а как вы думаете, из-за этикетки только будут покупать этот товар? Значит, есть вопрос качества. Потому что качество – это наиболее широкая дефиниция, оно предусматривает внутреннее и наружное качество. Внутреннее качество – это безопасность, что такой продукт не вызовет какие-либо осложнения со здоровьем или угрозу жизни. А наружное качество – это цвет, это консистенция, это запах, да, это вкус. То есть это есть различные составляющие качества. Поэтому, если один раз, ну, ладно, на какой-то акции этот товар приобрели, а потом он не приобретается, то производителям надо делать, соответственно, своевременные и правильные выводы. Потому что есть спрос, есть предложение. Нет спроса – нет предложения. Это рынок. Скажите, все-таки вот всегда ли дата заканчивающегося срока годности означает, что этот продукт нельзя употреблять в пищу? Может быть, его можно термически еще обработать или каким-то образом утилизовать? Ну, я имею в виду не утилизовать, а использовать как скисшее молоко, как там для приготовления блинов или там домашнего сыра и так далее? Ну, естественно, есть продукты, которые скоро портящиеся, поэтому у них и маркировка, соответственно, что использовать до, да, вот. А есть продукты такие, как макароны, чай, там, ну, не знаю, овсяные хлопья, гречка и так дальше, да, которые и после срока годности, который указан, допустим, хранить там определенное, там, годен до такого-то, да, то это продукты, которые могут, ну, как объяснить, да, до определенного срока у них будет соответствующее качество, которое предусмотрел производитель, да, но после этого срока производитель предполагает, что качество данных продуктов может ухудшиться, но это не значит, что эти продукты, как сказать, опасные, да, для здоровья. Поэтому есть правило Кабинета министров, где определенный, где внесен определенный список вот таких продуктов, которые не скоро портящиеся. В этом списке вы не найдете детское питание, потому что детское питание – это очень важный продукт, и, естественно, качество и безопасность детского питания все-таки в нашем обществе в целом мире это на первом месте. Но такие правила Кабинета министров есть, и там указано, как долго после этого срока годности, годен до, да, можно использовать определенные виды продуктов, да, то есть еще можно определенное время эти продукты использовать, но эти правила Кабинета министров касаются благотворительных организаций. То есть если в магазине или у производителя, ну, образовался какой-то, ну, запас таких продуктов, да, то они могут жертвовать этим благотворительным организациям. И в том плане, что после этого срока годности определенные продукты могут реализовываться вот то количество дней, месяцев, как указано в этих правилах Кабинета министров. Да, спасибо большое за ведущий отделом по надзору за реализацией продуктов питания, продовольственной ветеринарной службы Татьяна Марченкова сегодня была с нами на прямой связи. Спасибо вам большое за интересный рассказ, хорошего дня, всего доброго, до свидания. Мы продолжим обязательно наш эфир, впереди новости, после чего время интерактива, и мы поговорим о чемпионате мира по хоккею, который будет принимать исключительно Латвия, и о защите животных во времена ковида.